Ариана Гранде отобрала у Селены Гомес и Тайлор Свифт звание королевы социальных сетей. Когда-то социальные сети считались кратковременным увлечением, но сейчас ясно, что эта мода на них продержится еще долго. Они позволяют нам следить за жизнью не только наших друзей, но и знаменитостей. А некоторые люди известны только благодаря социальным сетям, например, Карди Би или Кайли Дженнер. Но в последнее время Ариана Гранде очень активно набирает популярность в социальных сетях. И ей даже удалось обогнать некоторых звезд со стажем. Сейчас мы расскажем о том, что она делает правильно, чтобы стать новой королевой социальных сетей. А многое она делает очень правильно. Многие считают, что в мире социальных сетей правит бал семейства Кардашьян. Поэтому вас может удивить, что у Селены на один миллион подписчиков больше, чем у Ким Кардашьян и Кайли Дженнер вместе взятых. Более того, в течение года у нее было наибольшее количество подписчиков во всем Инстаграме. В 2016 году она обошла Тейлор Свифт и заняла верхнюю позицию по этому показателю. Сегодня Тейлор уже на девятом месте и у нее 114 миллионов подписчиков. Не так уж и плохо. Но все равно меньше, чем у Ким, Кайли, Бейонси и Дуэйна Джонсона. Сейчас у Селены немного больше подписчиков, чем у Арианы. Но это всего лишь вопрос времени. Лучший способ следить за тем, что делает Ариана, это подписаться на ее Инстаграм. Она талантлива во многом. Например, в создании хайпа вокруг себя. По ее словам, когда она только начинала музыкальную карьеру, ей нужно было ждать разрешения, чтобы сделать намек или опубликовать анонс новой песни. Но в итоге она решила поступать по-своему и анонсировать свою музыку, когда ей самой захочется. Этому очень обрадовались ее поклонники. Мы просто обожаем искать подсказки насчет того, каким будет ее следующий проект. Вообще, Селена и Ариана шли нога в ногу, и у каждой было примерно по 145 миллионов подписчиков. Но затем произошло что-то странное. Внезапно они и многие другие знаменитости потеряли миллионы подписчиков. Есть мнение, что все эти подписчики были не настоящими людьми, а пустыми аккаунтами, которыми управляли боты. Многие считают, что Инстаграм решил провести зачистку и удалить все эти аккаунты, что привело к сокращению количества подписчиков. У Инстаграма были проблемы с фейковыми аккаунтами, и в 2018 году он провел массовую чистку с целью удалить как можно большее их количество. По словам руководства, подобные аккаунты вредят настоящим пользователям, так как портят впечатление от социальной сети. Так что, когда количество подписчиков снова начало стремительно уменьшаться, многие подумали, что Инстаграм снова проводит чистку аккаунтов. Однако, согласно официальному аккаунту Инстаграма в Твиттер, дела обстоят по-другому. Они написали, «Мы знаем, что есть проблема, из-за которой уменьшается количество подписчиков у некоторых людей. Мы работаем, чтобы решить ее как можно скорее». И поскольку Инстаграм работает над решением этой проблемы, то нужно будет всего лишь немного подождать, прежде чем Ариана опередит всех остальных знаменитостей в Инстаграме. И похоже, что это не единственный ее триумф в сети. Все сейчас обсуждают ее новую песню «Сэнкью», а клип на эту песню – просто произведение искусства. Ладно, мы немного преувеличили. Но это видео удивляет количеством отсылок, в том числе и к комедии «Дрины девчонки». Это видео во многом помогло Ариане стать первой по количеству подписчиков на YouTube среди певиц. Их у нее более 32,5 миллионов. Это больше, чем у Кэти Перри и Тейлор Свифт. У Кэти 32 миллиона 240 тысяч, а у Тейлор 32 миллиона 280 тысяч. Они близко друг к другу. Ариана обгоняет их обеих. Люди не просто подписываются на ее канал. Они по-настоящему любят ее видео. Ее песня «Севен Ринкс» стала пока самым большим видеодебютом 2019 года. За первый час она набрала 23 миллиона 600 тысяч просмотров. Песня «Break Up With Your Girlfriend» на втором месте – 21 миллион 900 тысяч просмотров. Но что касается твиттера, то Ариане еще есть куда расти. Она на 11 месте, у нее 60 миллионов подписчиков. И ей стоит почаще публиковать твиты, если она хочет угнаться за Кэти Перри, которая по количеству подписчиков на первом месте. У нее 107 миллионов. За ней следуют Джастин Бибер, Барак Обама и череда звезд, среди которых Тейлор Свифт и Леди Гага. Но не стоит сбрасывать Ариану со счетов. Несмотря на весь блеск и роскошь премии Грэмми, нам больше нравится следить в твиттере за Арианой, чем за церемонией. Ариана должна была выступать на этом событии, но они с продюсером церемонии разошлись во вкусах. Но Ариана опубликовала фотоплатье, в котором она должна была выступать, и речь, которую она хотела произнести. Добавьте к этому несколько твитов о рэпере Маке Миллере, которые, как считали многие, были направлены на то, чтобы уколоть Карди Би. И становится понятно, почему все больше людей следят за Арианой в твиттере. А что вы думаете насчет присутствия Арианы в социальных сетях? Думаете, она сможет пробиться на вершину? Или это сделает кто-то другой? Напишите, что вы думаете в комментариях. Не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления. Спасибо, что смотрели нас. Увидимся!